Спасибо, коллеги. Я вот тут изучаю программу замечательного мероприятия, фестиваль юного зрителя. У нас стартует 10 сентября, язык мира. Ну, в общем, программа богатая, ибо до 25 сентября это все будет длиться. Ну, в принципе, зря я ее изучаю, потому что у нас же в гостях человек, который все об этом более подробно расскажет. Наталья Кочарешвили, директор Краснодарского театра юного зрителя. Доброе утро. Доброе. Ну, давайте поговорим для начала, с чего, собственно, начинается 10 сентября. Какие там будут спектакли, что можно будет интересно посмотреть, куда пойти? 10 числа мы ждем всех наших красноярцев на площади театральной перед Тюзом, в 15.00. Стартует программа, она на самом деле очень разнообразна, и родителям с детками можно найти много интересного для себя, для своих детей, познавательного. Это и русские традиционные национальные игры, это и игры на национальных инструментах наших народов, населяющих нашу территорию, нашей страны. Это и чтение с нашими актерами сказок народов Сибири. И много-много всего, что мы приготовили еще, будет с вами на нашей театральной площади до самого кульминационного момента открытия. И после мы смотрим спектакль, великолепный спектакль «Старик и волчица», режиссер спектакля Евгений Ибрагимов. Все будет происходить на улице, тоже достаточно новый формат для нас, для всех, для красноярцев. Мы с вами будем вместе смотреть под открытым небом старинную черкесскую сказку. Да, да, да. И это вот именно кукольный спектакль, очень старинная такая интересная техника используется в спектакле. Но я не буду так подробно рассказывать, поэтому всех очень ждем в 3 часа 10 сентября перед нашим театром. И я уверена, что вот этот круговорот проектов, которые мы приготовили для вас, погружающий вас в мир детского театра, в мир фольклора, музыки, и я просто думаю, вы будете под очень приятным впечатлением. Поэтому ждем всех готовых к встрече программ, как вы заметили. Все могут подойти, ибо это нам очень быстро. Да, да, да. Программа очень долгая, она 15 дней, много всего. И, конечно, в городе можно сейчас уже увидеть наши чумы, которые, они же рекламы. И в центральных местах города можно остановиться и уже узнать какие-то детали, выбрать что-то для себя. Очень много в знаковых местах нашего города программ, где также все представлено очень подробно. Поэтому предлагаю немножко активность проявить и тоже самостоятельно выйти на наш сайт и узнать все, что... И выбрать все, что вам будет удобно, интересно, и что вы посчитаете нужным для своего ребенка в первую очередь. Ну, насколько я знаю, там есть еще в этом фестивале такая... Есть вот театральная сторона, про которую мы начали говорить, но есть и не театральная, да? То есть вот что еще будет там? Вот, в частности, лаборатория там, эта сцена предполагается. Расскажите, что там будет происходить и как в этом принять участие можно? Ну, лабораторный формат, это театральный формат, он будет также все, что происходит в нашем театре юного зрителя. И пять режиссеров, которые приезжают к нам из разных городов, это и Якутия, и Бурятия, и Татарстан. И они ставят эскизы по сказкам. Ребята сами выбирают те или иные эскизы, это пять молодых режиссеров. И мы посмотрим, что получилось, какие лабораторные проекты, можем принять в этом участие в обсуждении. И, естественно, приглашаем всех стать живыми участниками, задавать вопросы, спорить. Будем говорить об актуальности сегодня. Вообще детского досуга, молодежного, подросткового. Поэтому любой формат просмотра того же лабораторного эскиза, такой небольшой спектакль, который в конце предполагает обсуждение. В первую очередь, вместе, конечно, с критиками, которых к нам приехало очень много. И нужно сказать, что только одних участников больше 150 человек. Поэтому мы, конечно, стараемся показать новые форматы, новые подходы и новые свежие продукты, которые сегодня создаются в нашей стране для детей в разных направлениях. Почему и появилась параллельная программа, как мы ее для себя называем. Это программа в кинотеатрах наших, в детском кинотеатре «Мечта», в Доме кино. Это программа, которая пройдет во всех наших детских библиотеках нашего города. И основная задача – это привлечь внимание к интеллектуальному досугу сегодня. И посмотреть, что, собственно, в этом плане сегодня делается для подрастающего поколения. И обратить бы хотелось внимание наших красноярцев. Конечно, вы сами все посмотрите, выберетесь, сориентируетесь. Но обращаю внимание, что в параллельной программе 18 сентября состоится премьера детского фильма «Частная пионерская». И это все произойдет в Доме кино. Также в Доме кино приезжает очень интересный специалист. Это и режиссер, и продюсер. Человек, который владеет массой компетенции в области визуального искусства. И мы будем говорить о том, что сегодня делается в мире кинематографа для детей. И почему не так много фильмов детских, анимационных программ создается. И вот мы будем говорить с Татьяной Мирошник. Приглашаем всех на эту творческую встречу. Она будет и в кинотеатре «Мечта», и в Доме кино. 14 сентября. Это нет, это не 14, это 18 сентября состоится премьера. И 21 сентября состоится творческая встреча с Татьяной. Я думаю, можно будет задать массу забодневных вопросов. У меня, например, тоже есть свои вопросы. Все время задаюсь одним из них. Почему, например, сегодня, кроме таких знаковых фильмов, которые мы раньше с вами смотрели, повторяю это неоднократно в своих эфирах, когда выхожу как чучело, белый бим, черное ухо, ничего нового не произошло, чтобы потрясло меня как родителя, и чтобы я хотела обсудить со своим ребенком. То есть почему-то, что это кино, которое вызывает определенные эмоции, и которое способно ответить на некоторые проблемные вопросы, которые возникают у наших подростков, вот в их обычной жизни. И здесь, конечно, будем говорить, рассуждать, и кинематограф нам тут в помощь. Очень великолепная программа подборок анимаций в худейском кинотеатре «Мечта». Это уже любимые всем гора самоцветов и колыбельные мира. И нужно сказать, что подборка мультфильмов, ну, это такие блоки, которые идут мультипликационные, которые идут по часу. И эта программа будет идти не просто для визуального просмотра, как мы обычно привыкли прийти в кинотеатр, просто посмотреть, насладиться искусством. А это будут и мастер-классы. Детки будут создавать в течение всего этого периода, начиная прямо с 11-го числа, мультфильм, в основе которого тоже сказки, фольклор, музыка. И это все будет такой продукт, который в конце, по итогам завершения фестиваля мы увидим некий такой мультфильм, который будет премьерой в кинотеатре «Мечта». И вот все это время, каждый день, в одно и то же время можно будет приходить и участвовать в таком замечательном, по-моему, формате, создавая свой мультфильм своими руками в разных совершенно техниках. И это могут быть родители, конечно, тоже включены, так что не обошли вниманием взрослых. В общем, есть чем заняться ближайшие две недели. Да, я думаю, абсолютно. Все срочно к нам. И еще хотела бы сказать, что в библиотеках нашего города и Михалкова, и Чуковского, и даже библиотеки Девногорска у нас охвачены и наши артисты в три часа каждый день приезжают в ту или иную библиотеку и читаем сказки народов Сибири. Уверяю вас, это увлекательнейшее действие, в котором можно принять также участие. Это не просто так. Так, пожалуйста, присылайте свои видеозаписи, того, как вы это, собственно, умеете делать. Гаджеты сегодня у всех все есть. Записались и присылаем. Соответственно, наиболее успешных, удачных, удачливых мы будем включать также в этот проект. И можно будет вместе с нашими актерами почитать в течение часа сказки каждый день с 11 по 15 число. Так что вот 11 уже с 15.00 выбирайте на карте нашего информационного пространства либо на сайте, либо в программах, как кому будет удобно. Записывайтесь, у вас еще есть к этому время. В общем, много полезной информации сейчас Наталья нам рассказала. И, так сказать, завершая вот этот вот торт, такой вишенкой на торте у нас будет другая полезная информация, конкретно билеты, которые мы готовы разыграть на спектакль. Спектакль называется «Под вечным светом Кумалана». 14, если я не ошибаюсь, сентября он состоится. И вот вопрос такой, с кем борется охотник в спектакле вот, собственно, в этом «Под вечным светом Кумалана»? Ну, я понимаю, что далеко не все, наверное, его видели. И я дам два варианта ответа и дам подсказку, Лёшенька. Борется он с дикими животными или со злыми духами? Подсказка заключается в том, что это не физические персонажи, скажем так. В общем, два варианта с дикими животными или со злыми духами. В общем, отвечайте правильно, звоните уже коллеги мои, Алексей и Юля примут правильный ответ, ну и отправляйтесь на спектакль. Кто не выиграет, в общем-то, в принципе, идите на другие спектакли, их море, как мы выяснили, да, и не только спектакли, есть, чего посмотреть, есть, чем заняться. Наталья Кочерешвили была у вас в гостях, директор Красноярского театра «Юного зрителя». От кофейни «Кекс и крендель» вам, пожалуйста, славьте сувенир. Здорово. Спасибо. Очень приятно, прям с утра сувениры. Ну, коллеги, вам слово передаем.